Про общение. Снова. Такой вот прикольный вопрос. Для чего нам нужны люди? Другие люди. Ну, кроме детей, родителей и близких, самых близких родственников. Правильно. Вариантов всего два. Моё мнение. Чтобы что-то продавать, это первый вид общения. И чтобы что-то купить, это второй вид общения. Не верите? Есть у вас другие варианты? Жду нетерпения в комментариях. Но. Заранее могу сказать, что все ваши варианты в итоге придут к моим, вышеназванным, двум. Итак. Группа людей, с которыми мы общаемся, чтобы что-то им продать. Это очень хорошо видно на примере спорта. Многие скажут, что спортом мы занимаемся, чтобы добиться успеха, стать чемпионом, победить рекорды и других педалаг, спортсменов, чтобы быть в хорошей физической форме, разумеется. Но тут нам другие люди-то не нужны. Вот только если с ними соревноваться. А теперь давайте копнём поглубже. Какой спортсмен не мечтает стать чемпионом мира в своём виде спорта? Все. Сто процентов. А знаете, сколько стоит провести чемпионат мира? Например, по шахматам. То есть, без особых затрат. Несколько помещений, шахматные доски, собственно, шахматы. Ряди шахматистов, их тренеров и тому подобное. Ни специальной спортивной формы, экипировки. Ни мерча для фанатов. Ни тренировочных комплексов. Круглокодичных. Провести чемпионат мира по шахматам стоит примерно 50 миллионов долларов. Кто платит? Зрители, спонсоры, инвесторы и тому подобное. Кто кормится с этого? Спортсмены, тренеры, обслуги, оргкомитет, ассоциации, владельцы недвижимости и всех необходимых услуг. Одновременно в мире проходит более 200 чемпионатов по шахматам. Деревенских, городских и тому подобное, вплоть до мировых. Суммарная капитализация этого вида спорта примерно 700 миллиардов долларов. Представляете? А вот, например, с хоккеем или футболом умножайте все эти цифры на 10, а то и на 100. Получите примерно то, что там крутится. Общение? Забота о здоровье? Вы вообще о чем? Таких видов спорта знаете сколько? Что дальше? Искусство, типа кино или театр, ой, не смешите. А в чем еще будем общаться? И это только о первом варианте, когда люди как бы нужны для общения, чтобы им что-то продать. Теперь поговорим о втором, когда вам нужно что-то купить. Общение в этот момент выглядит примерно так. Тысячи желающих вам что-то продать кричат. Купи, купи, купи у меня. Даже сосед или прохожий у супермаркета. А уж если вы туда пришли, сами, тут уж вам не отвратится, чтобы не купить морковку по той цене, которая выгодна им, а не вам. И так со всем. Вам же нужно где-то жить? Купите квартиру. Дайте заработать риэлтором, банком, строителем, коммунальщиком и тому подобное. Вам же нужно на чем-то ездить. Купите машину. Дайте заработать шиномонтажке, в конце концов. Вам же нужны большие сиськи. Это я про женщин. Или правильные, художественные, брови. И так далее и тому подобное. Все вам хотят что-то втюхать. А вы как лох общаетесь с ними. Что еще? Я не знаю больше примеров. Вернее, их много, но... Это я говорил про общение в обоих вариантах. Которое подразумевает коллективное общение. Ну, больше одного человека. Давайте посмотрим общение с одним человеком. Брак, дружба, любовь, партнерство. Что там еще? Рассказать, как во всех этих случаях, или вы имеете, или вас имеют. Или по аналогии с предыдущим, догадаетесь сами? Да, не буду вас вгонять в депрессию. 134. Измены. Серьезная такая тема. Мужчине не нужно изменять. Это лишнее. А вот женщине, как существу, постоянно находящемуся в поиске лучшей жизни, просто необходимо. Из 60 лет у меня было 24 года активной половой жизни. Ну, было еще 7, и 7 и по одному году длительных отношений и браков. Но это не счет. Так вот, я никогда не изменял. Но тут есть большая разница, как говорится. Мужчине не нужно изменять. Нет смысла. Проще бросить женщину и замутеть с другой. Это только ленивые изменяют. Ну, и идиоты всякие там, больные. Хотя я считаю, что мужчина имеет на это право. Имеет такую возможность. Отсутствие запрета и того. Почему? Потому что это свобода поведения. Я сам решаю, кого я трахаю. Тем более, если это конкретная женщина, меня не возбуждает сегодня, то почему я должен отказаться от той, которая возбуждает? Из-за порядочности или верности данного слова, долги перед женой, перед Богом, перед ЗАГСом, бред. И это не измена. Это просто секс. Тогда, когда он нужен. И в таких условиях, как их предпочтительнее. А какая там женщина, это не важно. Вареники у них у всех одинаковые, в конце концов. Проверено. А вот, что касается женщин, тут намного сложнее ситуация. То, что ей необходимо этим заниматься, это не оспаривается. Регулярный поиск более лучших условий для жизни своей и ребенка – это природа. Поэтому она будет прыгать по членам, как только появится такая возможность. И смысл для нее, разумеется. И тоже никакой речи о порядочности, верности и тому подобных глупостях быть не может. И я даже не осуждаю. Это эффективно для нее. Так пусть себе. Я-то тут при чем? Вот такая малость. Если она со мной, то мне изменять нельзя. Если она хочет быть со мной. Потому что иначе я потеряю уважение в собственных глазах. И нафига мне это надо? Приди и скажи, что тебя что-то не устраивает. И я тебя отпущу на вольные хлеба. Иди, трахайся с кем хочешь. Только про меня-то забудь. Если уж ты со мной, то я должен тебе доверять. Или нет. Но тогда ни к чему такой терпеть рядом с собой. Потому что у женщины это природа. Или с одним мужчиной, или со всеми. Для всех. И я решаю, надо мне это или нет. А уж тем более обман. Это гнусно. Даже для женщины.